Библейский портал экзегет.ру представляет Псалтырь в еврейской традиции называется Тагелим. По-другому – хваление. То есть это книга хвалений. Удивительно, что такой заголовок хваления появляется только один раз на протяжении всей Псалтыри, а именно в заголовке 144-го псалма. Он единственный, а заглавленный словами «Песнь хвалы». Наша беседа происходит в Московском Сретенском монастыре и записывается редакцией портала экзегет.ру. Собственно, от этого слова, ключевого термина, и все собрание псалмов приобретает обозначение книга хвалений. Более того, корень слова «хвалить» стал основой для устойчивого выражения «хвалите Господа», вошедшего в греческие и русские тексты Библии без перевода как «аллилуйя». Все последующие псалмы вплоть до конца Псалтыри объединены общим заголовком «аллилуйя», то есть это словословные «песни в честь Господа». Хотя второй заголовок 144-го псалма говорит о посвящении гимна Давиду, однако этот гимн хвалы, скорее всего, был составлен уже после плена и исполнялся за богослужением в храме. Это указывает спланированная структура текста, по которой первое слово каждого стиха последовательно начинается с очередной буквы еврейского алфавита от алифа до тау. Такой стиль организации поэмы принято называть акростихом. Правда, в дошедшем до нас масорецком тексте выпала строка с буквой «нун». Однако по рукописям из «Мертвого моря» греческому и сирийскому переводам данный стих восстанавливается. В дошедшем до нас фрагменте кумранской рукописи, содержащей как раз отрывок из 144-го псалма, после каждого стиха прибавляется такой рефрен «Благословен Господь и благословенно имя Его во веки веков». Эти слова, скорее всего, пелись всенародно, после того, как священник или левит воспевал каждую строку поэмы. Такой же тип литургической поэзии мы встречаем в 135-м псалме, в котором после каждого стиха следует рефрен «Ибо вовек милость его». С помощью такого приема сольный голос снова и снова за каждым стихом пробуждал собранных в храме верных прославлять благость Божию. Текст гимна невозможно разделить на строфы, потому что здесь нет развития какой-либо богословской мысли. Слова благодарности и прославления Господа здесь перемеживаются с описаниями Его величия и благости. В силу этого обозначенный в 145-м псалме параллелизм можно назвать статическим. Перед нами богодухновенная поэма, искусного мастера, в которой в разных выразительных формах передаются одни и те же духовные чувства и переживания. Рассмотрим детальнее содержание псалма. Первые три стиха. Автор псалма полон решимости превозносить, благословлять и восхвалять Бога во веки веков. Твое имя и тебя – это две формы обращения к Господу, который назван здесь моим Богом и моим Царем. Величие Бога не может быть изучено естественно-научным путем. Оно неисследимо, о нем можно только петь, прославляя великого и достохвального Творца. Бог может знать о нас все, но мы не можем знать все о Боге. Мы преклоняемся перед тайной того, чье слово в отличие от нашей жизни и пребудет вечно. Четвертый, седьмой стихи. Прославляет Бога не только псалмопевец, но и все человечество из рода в род. Предыдущее поколение расскажет следующему о великих чудесах Божиих. Как он освободил свой народ от египетского рабства и привел в землю обетованную. Рассказы, пища для размышления над его благостью и его заповедями. В пятом стихе автор псалма побуждает себя поразмыслить вслух о великолепной славе могущества Господа и чудных его делах. По всей видимости, из еврейского текста пятого стиха когда-то выпал второй глагол, поскольку для сохранения структуры параллелизма явно не хватает еще одного глагола. Этот вывод напрашивается при сравнении масорецкого текста с септуагинтой, где употребляется два глагола «говорить» и «объяснять». Кроме того, в пятом стихе еврейского текста глагол «размышлять» стоит в единственном числе, в то время как в предыдущем и в последующем стихах глаголы стоят во множественном числе. Поэтому логичнее предположить, что греческий перевод лучше сохраняет изначальную версию пятого стиха. «Они, поколения, великолепие, славы, святыни твоей, возвестят и о чудесах твоих расскажут». Чудные дела – это могущественные, в какой-то мере ошеломляющие, даже ужасные вмешательства Бога в ход человеческой истории. Удивительные, внушающие страх и благоговение явления славы Божией были связаны не только с египетскими карами, переходом посоху подноморскому и получением закона на Синая, но и в самом творении Божьем, в котором он ведет себя как полноправный хозяин. Бог являет свое могущество не только в ниспослании с небес манны, но и в страшном правосудии, которое простирается на все концы земли. Перед страшным лицом его во время гнева никто не устоит. Однако явление Бога внушает не столько страх, ужас, сколько трепет благоговения, ибо приходит он не для того, чтобы погубить, а чтобы спасти всех угнетенных земли. Благость и правда Бога идут бок о бок. Псалмопевец желает, чтобы грядущие поколения постоянно приводили себе это на память. Об этом они будут провозглашать или даже лучше сказать праздновать, поскольку речь идет о веках изливающихся чувств. Восьмой, девятый стихи. Четыре эпитета Бога, щедр, милостив, долготерпелив и много милостив, характеризуют его отношение к миру. Об этом постоянно напоминается в псалмах. Он благ ко всем, и милости его простираются на все творения, без каких-либо различий. В десятом стихе все дела его идут в параллель с выражением «твои святые». Под святыми в псалмах чаще всего понимаются благочестивые люди, ведущие праведный образ жизни. Одним словом, это верное. Если учесть, что выражение «все сотворенное тобой» соединяет девятый стих с десятым, следовательно, «святые» из десятого стиха, это слово должно находить свой параллелизм с теми всеми, к которым Господь благоволит. В таком случае, «святые» — это не каста избранных, особо набожных, членов храмовой общины. Это все, кто старается Богу угодить. В одиннадцатом-тринадцатом стихах четыре раза упоминается слово «царство». В основном оно встречается только в поздних книгах Ветхого Завета про Липоменон, Эсфирь, Даниил. Создатели синодального перевода написали слово «твоего» с заглавной буквы, подразумевая, что под «царем» в псалме подразумевается сам Бог. «Царство» открывается в его могуществе. Если царь — Бог, значит, он правит со властью. Собравшаяся в храме община славит Бога, чтобы все люди земли узнали о его чудесах и о славном величии его царства. Сыновья человеческие в данном случае — это не замкнутый список особых избранников, а все потомки Адама, все человечество. Две половины 13 стиха по еврейскому тексту представляют собой параллелизм. «Царство всех веков и владычество во все роды говорят о вечности Бога по сравнению с временным человеком». Удивительно, что по книге Даниила эти слова, как некое исповедание веры, произносит вавилонский царь «Навухо-да-насор». Между 13 и 14 стихами еврейской псалтири по всей видимости пропущен стих, который восстанавливается по септуагинте. «Верен Господь в словах своих и свят во всех делах своих». Между прилагательным «святой» из второй половины 13 стиха по греческому тексту и словом «верный» из 10 стиха по еврейскому тексту есть невидимая параллель. В обоих случаях греческие переводчики используют термин «святой». Отсюда можно предположить, что они хотели сделать акцент не столько на святости дел Господа, сколько на его верности своим словам. Он держит слово во всех делах, что свидетельствует о его неизменной, твердой, прочной любви по отношению к человечеству. 14 стих, как и другие стихи данного псалма, содержит не одну, а сразу две пары параллелизмов. Упавшие и согнувшиеся люди с одной стороны и поддерживающий и поднимающий Господь с другой стороны. Вряд ли имеет существенное значение по какой причине эти люди упали. Может быть, они подсказнулись на дороге или им нанесли поражение враги, а может быть, они согрешили. Также не уточняется, по какой причине они согнулись. Может быть, их головы поникли знак поста и печали, или они склонились пред Богом, чтобы его умилостивить. Важно иное. Господь всех без разбора подкрепляет и всех поднимает. Изображаемая в псалме картина уподобляет Господа заботливому отцу или матери, которые все время страхуют ребенка от падения. А если это случится, поднимают на ноги. 15-16 стихи. Господь, как заботливый родитель, своевременно дает пищу не только людям, но и животным. В аналогичном выражении 103-го псалма сказано, что все они от тебя ожидают. Здесь же более ярко и выразительно. Отчи всех уповают на тебя. Открыть руку значит проявить щедрость. Господь хочет, чтобы все были сыты. Господь удовлетворяет желания всех живых существ. Такое желание лишено оттенка страстности. Такое желание – это минимальный и достаточный набор компонент, чтобы жить полноценной жизнью в мире с Господом. Во второй части 13-го стиха по греческому переводу автор псалма хотел сказать, что Господь верен во всех своих словах и делах. А вот в 17-м стихе его праведность приравнивается к благости. Это значит, что в центре его справедливых суждений и поступков идея блага по отношению к миру. Он близок, готов ответить всем призывающим его. Лишь бы это обращение было искренним, в истине. Пояснение тому, как стяжать такую искренность, мы находим в схожих словах из 33-го псалма. «Близок Господь к сокрушенным сердцем». Следовательно, чтобы быть услышанным, человек должен обращаться к своему Творцу с чистым сердцем. 19-й стих в какой-то мере повторяет мысль из 16-го. При этом упомянутые в 19-м стихе боящиеся Бога люди в 20-м стихе называются «любящими Его». «Господь хранит и исполняет желания любящих Его, а делающих зло нечестивых истребляет». 21-й стих – это завершение псалма. Псалом завершается тем, с чего начинался – обещанием псалмопевца прославлять Господа. Псалмопевец повторяет слова «хвала» благословлять и во веки веков. Находясь в храме, посреди общины верных, он желает, чтобы все люди по всему свету благословляли святое имя Господа во веки веков. Всякая плоть обычно означает всех людей, но если принять во внимание, что в 16-м стихе псалма речь шла о всяком живом существе, следовательно, вполне возможно, что псалмопевец завершает гимн призывом, чтобы всякая плоть, то есть всякое живое существо прославляло своего Творца. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok